Мне всё равно в рот, Блэкберн, в уретру, в уретру! Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. В преддверии Нового года я решила поэкспериментировать и попробовать с вами поиграть. У меня такой сегодня новогодний образ, образ Снегурочки, можно сказать. Играть мы с вами будем в приложении Чаптерс. Я думаю, что многие слышали уже это приложение, неоднократно его видели, точно так же, как и я. Оно периодически мелькает где-то, но я его уже знаю, я о нём уже слышала. Более того, я даже видела, как другие люди играют. Приложение Чаптерс имеет очень большую коллекцию интерактивных историй, которые можно прочитать и пройти. И сегодня мы вместе с вами это сделаем. Но сразу хочу сказать, что приложение Чаптерс, оно непростое. В него можно не только играть, но и в нём можно зарабатывать. Об этом я вам расскажу после того, как мы вместе поиграем. Чуть не забыла! Особые подарки в честь Нового года и Рождества. С 1 по 3 января в Чаптерс Мол будет распродажа Богу. Купи один, получи скидку 50%. Только один раз в году. Игроки, которым нравится Чаптерс, не должны пропустить это. Вроде бы сказала всё самое важное для вас. Давайте теперь непосредственно приступим к игре. Я выбрала игру Ледяной Король. Открываем. Нажимаем Играть. Вместе с вами сейчас испытаю все эти новые эмоции, ощущения. Итак, первое, что мы можем выбрать себе внешность. Так, я хочу кого-то, наверное, похожего на меня. Какая на меня больше похожа? Мне кажется, вот эта. Первая. Нет, вот эта мне нравится больше. Вторая. Твердить. Выберите свою прическу. Тут даже прическу можно выбрать. Прикольно. Но я вообще люблю длинные волосы. Хотя мы же играем, мы можем вообще любые. Многие хотели меня рыжий видеть. О, с красными. Офигеть. С красными. Или всё-таки ближе, ближе вот ко мне. Давайте блондинку возьмём. Ладно, пятую. Чтобы больше отождествиться, да? Я выгляжу великолепно, начинаем. Не совсем так, как бы хотелось, нужно изменить. Я выгляжу великолепно, начинаем. Уже начинайте проглядывать меня в этом во всём. Ведите своё имя. Так, ну имя я хочу какое-нибудь другое. Давайте, например, имя Сандра. Опять с вселенной что-то связано, да? Ну пусть будет Сандра. Сандра. Что я с маленькой буквы пишу моё имя? С большой буквы Сандра. Нормальное имя? Сандра. Окей. Выберите свой наряд. О, вот это я люблю. Модница, сковородница. Так, это летняя тематика. Какая летняя тематика? У нас ледяной король. У нас что-то потеплее должно быть. Зима на улице. А тут и нет потеплее. Смотрите, ледяной король, а она одета, я не знаю. Блин, ну вот это вот по погоде единственная здесь одежда, но что-то она такая простенькая. Как можно соблазнить? Хотя Сандра может соблазнить любого в любой одежде. Хорошо. Ладно, давайте возьмём этот чёрный наряд. Балахон чёрный, я бы сказала. Будем пытаться вывозить не в одежде, а своими внутренними качествами. Так, Сандра говорит. Три года ухаживаю за больными, но Зак Блэкберн... Первый пациент, которого я буду лечить прямо в его особняке. О-о-о. Жаль, что он самый ненавистный хоккеист Харбор-Сити. Включив радио, ты слушаешь новости о последнем хоккейном матче. Команда Зака, ледяные рыцари, проиграла своему сопернику команде Ярость. Как красиво. Ты вводишь код, который тебе дала твоя лучшая подруга и рекламный агент Зака Люси, и подъезжаешь к крыльцу. Захватив сумку с медикаментами, ты подходишь к двери Зака. Я. Теперь нужно выбрать. Постучу в дверь, позвоню в дверь, выкрикну ими Зака к Блэкберна. Зак, выходи, лечить сейчас тебя буду. Постучу в дверь, позвоню, наверное. А во сколько приехала, мне интересно. Если у него особняк, то я могу стучать очень долго. Давайте я позвоню в дверь. Ты звонишь в видеодомофон и слушаешь разносящуюся по всему дому песню в стиле хард-рок. Ни хрена себе. Я в шоке. Он не открывает, и ты вводишь код от дверного замка. А-а-а. Короче, там музыка, он не слышит. Я открываю кодом двери. Люси сказала, что Зак болен и нуждается в помощи. Вдруг он настолько плохо себя чувствует, что просто не может открыть дверь. Так а музыка рока откуда? Типа слушала, ему стало плохо. Какой красивый дом. Оказавшись внутри, ты оглядываешься по сторонам. Комната кажется совершенно пустынной. Это правда. Опа. Зак. Для грабителя это слишком привлекательно. Опачки. Зак. Ты поворачиваешься, Зак стоит, прислонившись к дверному проему. На нем нет ничего, кроме боксера. Мамочки родные. Если бы я была, конечно, свободной девушкой, то, возможно, это было бы нормально. Увидеть мужчину в боксера, который стоит в проеме. Опа. Выбери его внешность. Я думала, выбери ему боксеры, да, в которых ты хочешь его видеть. Так, а ладно, давайте выберем внешность. Смазливого не хочу. Нужен на мужчину похожий. А мужчину прям. Блин. Все они смазливые здесь. Ну, давайте выберем тогда... Сейчас. Бородой тут было. Давайте вот этого тогда. Выберите его внешность. Выбрали. Выберите ему прическу. Я жду тот момент, когда мы пойдем до трусов. Выберите ему трусы, да? Так, прическу, ладно. Угу. Угу. Слушайте, ну вот так, как сказали, он стоит в проеме такой, я прям вижу его с челкой. Вот первый вариант был такой с челкой. Вот она прям, он так накинута, и он такой в проеме, и эта челка на глазах. Твердите. Прям вот таким его и представляю в этом особняке с челкой. От смущения по всему телу разливается жар. Взволнованная его рельефными мышцами, ты пытаешься придумать ответ. Ну, хорошо. Какие варианты? Эм, Сандра. Я не грабитель, клянусь. Люси, твой рекламный агент, прислала меня. Почему ты не одет? Смотрите. Интересно, да? Я не грабитель, клянусь. Уже похоже на какую-то ролевую игру, знаете, оправдание такое. А вот это уже как-то по-серьезски, да? Люси, твой рекламный агент, прислала меня посидеть с тобой вечером. Она моя лучшая подруга. Лучшая подруга. Ну, тогда понятно. Понятно. Она его не предупредила. Ей, значит, дала код, все дела. Он в трусах, слушает музыку там, никого не ждет. И она такая заходит. Ну, короче, понятно, да? Подруга подсуетила, подсуетила будущего парня, наверное, закулыбается. Если ты медсестра, то почему не в медицинском халате? Ну, понимаете? И еще один. Слушайте, настолько захватывающий сюжет. Я даже не думала, что будет так интересно. Если вам понравится, обязательно пишите в комментариях. Я продолжу эти игры в других видео. Сандра. Если интересно, я собиралась устроить выходной сегодня вечером. Но позвонила Люсе и сказала, что у тебя проблемы с желудком. Ну, короче, такие отмазки, да? Такие. Зак. Если ты пришла за автографом, я их не даю. Даже девушкам, врывающимся в мой дом. Шутит, шутит, шутник. Ага. Сандра. Я не фанатка. Хотя фанатка, но твоя команда, а не твоя. Такая по носу его щелкнула. Мне Сандра уже нравится. Молодец. Люся, должно быть, упоминала обо мне раньше. Я Сандра. Она встречается с моим братом. О, ну все понятно, короче. Еще и с братом встречается, все понятно. Для чего вся эта вечеринка? Взгляд Зака озаряется пониманием. Он слегка покачивается, стоя в дверном проеме, но затем берет себя в руки. Он выглядит больным. Все, нужно подыграть, он понял, да? Зак. Точно! Сандра, подруга Люся, медсестра. Уходи, мне не нужна медсестра. Опачки, опачки. Сейчас хочет ее, чтобы она осталась для чего-нибудь другого. Не лечить его. Хотя, странно. Мог бы с этого начать. Сандра в недоумении. Варианты. Так, я не буду сейчас руками тут махать. Надо как следует обдумать решение. Вот уже не то пошло. Я бы была, может, серьезной. Об этом позволь судить мне. Ага. Такая берет. Боказа Рогла называется, да? Или, извини, но мне нужно тебя осмотреть. Он вообще уже нападает просто сразу на него. Третий вариант. Не знала, что у тебя есть медицинское образование. Ну, такая прям вообще из-под выперда к нему. Об этом позволь судить мне. Она везде такая, знаете, в образе. Об этом позволь судить мне. Извини, но мне нужно тебя осмотреть. Да, наверное, давайте все-таки, прежде чем делать какие-то выводы, не будем наглеть, нужно осмотреть, в конце концов. Думаю, что единственная девушка, которая хочет меня осмотреть, да твою ж не хай. Ты посмотри, какой неугомонный зак. Зак, ты неугомонный. Сандра, а ты не только хоккеист, но еще и шутник. Сандра молодец, лазрит в курень. Значит, у тебя нет высокой температуры, и ты не чувствуешь такой слабости, что и два можешь стоять на ногах. Но это уже понятно, как он язвит, и как он стоит в проеме, еще и в трусах. То есть, хотя, может быть, у него лихорадка. Ему холодно. Ну, как бы, не холодно, а жарко. Может быть, ему жарко, температура, и он разделся до трусов. Я чувствую себя прекрасно. Кроме того, я не впускаю незнакомцев в свой дом. Точка. Мне нравится быть одному, когда это удается. Блин, я бы давно уже этого замка оставила одного. Наедине со своим этим. Ну, посмотрим Сандра. Наверняка у нее будут какие-то варианты мне для выбора. Но она по мужу все решила. Он снова покачивается явно из немога от боли. Ты достаешь свой телефон, достаешь свой шприц и открываешь список контактов. Ты достаешь свой телефон, открываешь список контактов. Ты достаешь свой шприц и борсетку с лекарствами. Вколоть ему мужу дозу, чтобы успокоился. Успокоительного. Стоит, что ты делаешь? Вот, вот прям на шприц было бы вообще. Эта реакция круто. А на телефон с контактами? Что такое? Что за паника, Зак? Это всего лишь телефон с контактами. Сандра, я звоню в скорую. Наверное, он думает, в скорую или бригаду смирительную. Успокоительный. Я звоню. Так, куда она звонит? Единственной девушке, способной напинать тебе под зад твоему рекламному агенту, Твоему тренеру он будет в восторге, когда узнает, что ты болен и не можешь играть. 911. Если думаешь, что я грубая, пообщайся с этими врачами. Ой, вообще не могу. Слушай, мне нравится 911 вариант. Давайте. 911. Зак, мне не нужна скорая помощь. У меня почти ничего не болит. Сейчас шелком встанет Зак у нас. Зак внезапно бледней. Затем поворачивается и бросается по коридору в ванну. Ты следуешь за ним. Боже мой, это так смешно. Я не могу. Зак, ты куда побежал? Ой, не могу. Где Зак? Зака нет в коридоре. Из-за закрытой двери ты слышишь громкий стон, за которым следует глухой удар. Ты стучишь, но Зак не отвечает. Стон. Потом удар. Зак. Точно ему нужна была Митис Раусси. Я не могу. Сандра, дело плохо. Я открою дверь. Он мог пораниться. Ну, вообще просто... Постучу еще раз. Каждый пациент имеет право на личную жизнь. Оставлю его взрослым мужчинам. Девочки, это так смешно. Я не могу. Мне так весело. Мне кажется, я еще буду играть в эти игры. Так. Ну, давайте продолжим. На самом деле, я бы выбрала оставлю его взрослым мужчинам. Ну, вот, как... Если бы я Селена была, да? Ну, и Александра. Я могу немножечко поиграть, а может быть, немножечко и поражать. И я прямо открою дверь. Он мог пораниться. Я посмотрю, что он там делал. Мне очень интересно. Что за стоны вообще? То есть, разговаривал, потом застонул. Ты открываешь дверь и заглядываешь в ванную. Зак лежит, растянувшись на полу. Что, реально плохо пацану было? То есть, ему плохо... Ему не было плохо до этого. Вы видели? Он язвил и всё такое. После того, как 9-1-1, да, ему сразу стало плохо. Сандра мёртв? Не, ну чё сразу мёртв? Прикидывается. Вот я бы подумала. Зак, да. Я... Я знала. Проскользнув в комнату, ты наклоняешься над Заком и протягиваешь ему принесённый термометр. Пора ему уже укол сделать, Сандра. Измерь температуру и сообщи мне результат. И куда ты хочешь, чтобы я это засунула? Почему нет вариантов? Я бы засунула. Ой, девочки, где варианты, пожалуйста? Сандра! Ну, тут варианты не те, которые бы я хотела, чтобы были, да? Мне всё равно. В рот, Блэкберн. В уретру? В уретру! Уретра это то, о чём я думаю. Каким-то... Ой, я простым языком сказала. Давайте попробуем засунуть градусник в уретру. Прости. Зак. Зак, ты такой смешной. Это революционно новый способ измерения температуры. Боже мой! Он гораздо точнее. Я не могу. Это революционно новый способ измерения температуры. Он гораздо точнее. Сандра, я тебя люблю. Просто. Ты моя родная. Но если тебе неловко, можешь измерить температуру во рту. А ещё вариант. Можно сначала попробовать в уретру, а потом во рту, если будет некомфортно. Ты скучная, ты скучная, ты скучная, ты скучная, вы понимаете? Этими вещами его не удивить. Ему не интересно, ему скучно. О май гад. Ты говоришь, как можно саркастичнее. Ты говоришь, как можно саркастичнее. Ну-ка. Жаль, что мой профессионализм тебя не веселит. Неужели все профессионалы так теряются, когда видят своих пациентов полуголыми? Опять он на себе одеял тачит. Посмотри. Самовлюблённый. Зак. Зак ухмыляется, засовывая термометр в рот. Думала, всё-таки засовет. В уретру засовет. Ты сжимаешь губы, чтобы не уколоть его в ответ. А так хочется вообще. В рот не скучно, а уретру скучно. Господи, я даже не ожидала, что это будет так весело. Через несколько минут градусник пищит. Хороший не Зак. Зак зачитывает. Господи, спасибо создателям за эти игры, но я не могу. Зак зачитывает результат. Сандра, всё хорошо. Лёгкая лихорадка. Жить будешь. Что ж, я хочу закончить на этом моменте, потому что мы так можем играть очень долго. Я доиграю потом с вами решила попробовать, немножечко показать вам как это и услышать вашу обратную связь. Нравится ли вам вот такой вариант, формат летсплеев с игрой Чаптерс. Вообще, мне очень понравилось. Я в шоке, честно говоря, была сейчас. Какой спектр эмоций всяких я испытала. Я прям в восторге, если честно. Кстати, здесь ещё есть одна игра, называется Альфа, которую мне интересно было немножко с вами прочитать. Покажите ваше имя. Давайте будет Лейла. Лейла. Как вам имена вообще, которые я придумываю? Лейла. Беги. Интересное начало. Не оглядывайся. Боже мой. В этом мраке ты слышишь только биение своего сердца. Блин, пропустила начало. Такое интересное было. Кусочек. Короче, там сразу такое беги, не оглядывайся. Звук такой. Ну, вы слышали это? Офигеть. Дальше, значит. Лейла. Короче, она спряталась куда-то. Твой страх практически материализуется, когда ты слышишь шорох в паре метров от себя. Блин, захватывающий уже сюжет. Лейла, пожалуйста, нет. Из темноты на тебя смотрят пара янтарных глаз. Слушайте, это для любителей ужастиков. А-а-а. Все происходит очень быстро. Оборотень вмиг оказывается рядом. Плечо пронзает адская боль. Ты кричишь не своим голосом. А-а-а. 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 Главное, чтобы ребенок не проснулся. От Лейлы. Лейла, потише. В глазах начинает темнеть, тело оседает на землю, твое сознание меркнет, но ты видишь его перед тем, как отключиться. Чего я оборотнем стану? Молчит. Открыв глаза, ты пытаешься унять мигрень. В перемешку с жаром тело горело адским пламенем. Бросив взгляд на водителя, ты снова погружаешься в манящую темноту. Как интересно. Опять он виднеется. Во сне ты нападаешь, убиваешь неизвестных тебе людей, наблюдая, как они издают последний вздох. Сквозь тьму, которая сжала тебя в своих холодных объятиях, еле слышен голос. Продолжай, нужно дышать. Каждый вздох дается тяжелее предыдущего. Почти на месте. Ты говоришь даже без сознания, чувствуя, как ломает все тело, но кричать не можешь. Держись. Кто там со мной разговаривает там параллельно? Убей его, он враг. Нападай. Это я говорю? Лейла говорит. Внутренний голос такой властный и требовательный, ты практически не можешь сопротивляться. Вообще другой настрой сюжета. Вцепись в глотку, иначе будет поздно, он везет тебя на смерть. Это внутренний голос ей говорит. Что же мне делать? Слушать голос или сопротивляться и бороться? А чтобы сопротивляться и бороться, нужны бриллиантики. У меня 222 бриллиантика. Сопротивляться. Давайте будем сопротивляться. Я люблю вот это вот, бороться с самим собой. Стиснув зубы, ты делаешь судорожный вдох. Это не я. Не я. Дыши. Тебя начинает трясти, но ты концентрируешься. Дыши. Просто продолжай дышать без паники. Убить кровь. Она меняет, у нее внутренние. Меня это. Словно зверь голос рычит, рвется наружу. Нет. Ты должна выпотрошить его. Сейчас. Расслабься. Это не я. Этот парень помог. Он не опасен. Зверь скребет тебя изнутри, но его напор заметно ослаб. Все, уже выбрать не превращаться. Сквозь пелену ты слышишь бархатный баритон. Умница. Крепкие руки обволакивают твое тело, даря чувство защищенности. Кто же ты такой? От него исходит сила, уверенность. Ты приятно пахнешь. Эти слова ты произносишь вслух. Сама того не желая. Тихий, приятный смех раздается в темноте. Это взаимно. Он сильнее прижимает тебя к себе. Я хочу прижаться к нему в ответ или подождать, что будет дальше. Ой, ну не знаю. У нее, наверное, такое состояние, конечно, чтобы ей прижаться к кому-нибудь, да, подождать, что будет. Ну вообще лучше подождать, что сразу прижиматься. Селена заговорила. Ты молча болтаешься на его сильных руках. Ты хоть что-то помнишь? Твоя голова начинает болеть. Почему я оказалась в лесу? Что-то искала кого-то? Ты не открываешь глаза, просто не желая снова оказаться в том кошмаре. Я даю тебе слово, никто не обидит тебя. Он останавливается, что он не ответил на вопрос. Мутный тип. Может, ты слезешь с меня? Смотри, резко и плохо. Твое тело напоминает желе. Через несколько неудачных попыток ты сдаешься. Откуда ты свалилась? Я должен завтра... Его мышцы напрягаются, он делает глубокий вдох. Лейла. Мужчина наклоняется, его горячее дыхание на твои шеи. Запах. Я чувствую желание. Вот только его или мое. Запутанная история. Лейла, меня тянет к тебе, и я ничего не могу поделать, но я не должен, нельзя. Он шепчет тебе эти слова, вызывая мурашки по всему телу. Он пахнет лесом после дождя с щепоткой похоти. Его аромат дурманит голову медленно. Его аромат дурманит голову, медленно сама того не замечая, ты проваливаешься в сон. Я рядом. Конец главы. Это, наверное, как раз таки то, о чём я вам хотела сейчас рассказать, что в приложении Chapters можно не только играть в эти безумно прикольные интерактивные истории, прочувствовать всё, как видите, сколько эмоций у меня вызвали эти игры. Есть такая платформа, которая называется Chapters Writing Room. по-английски. Chapters Writing Room это платформа для написания своих собственных интерактивных историй. На этой платформе вы можете использовать все необходимые инструменты для создания своих интерактивных историй, включая интерактивные главы ваших собственных визуальных персонажей, яркие сцены и сюжетные ветви. читатели могут менять стиль и принимать свои решения в ваших историях. Когда ваша книга будет опубликована в приложении Chapters, вы сможете получать доход, рассчитанные на основе прочитанных историй в течение этого месяца. Получите свою учетную запись Chapters и скопируйте ссылку на компьютер. Ссылочку на эту платформу я оставлю под видео и также вся полезная информация будет под видео. Обязательно заглядывайте. Я безумно довольна. Мне очень понравилось. Я испытала спектр эмоций и я надеюсь, что вы вместе со мной пишите ваши комментарии, как вам формат, хотели бы вы еще поиграть со мной с моими комментариями в эти игры. В общем, пишите любые свои мысли. Я с вами буду прощаться. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. Мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok